Набирают обороты. Все больше конкурентов регистрируется ЦИКом, партии и блоки приступают к агитации. Как показывает опыт на практике, это означает прежде всего повышение градуса политической борьбы. О том, какой ее видят в блоке коммунистов и социалистов, мой сегодняшний гость. В студии первого, председатель ПСРМ, сопредседатель блока коммунистов и социалистов Игорь Дадон. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Приветствую, добрый вечер. Ну, вот смотрите, в отличие от многих партий, ваш блок уже начал предвыборную агитацию. Вот какой вы видите себе предвыборную кампанию? Какую вы будете проводить? Агрессивную, жесткую, мягкую, позитивную? Какие определения подходят? Я думаю, что кампания будет очень непростой в этом году парламентская, потому что ставки очень велики. И когда ставки очень велики и высоки, конечно, нужно ожидать, что кампания будет довольно такая жесткая, агрессивная. Потому что, ну, люди, кстати, уже, которые проводят встречи, вот наши агитаторы, проводили и в субботу, и в воскресенье, и вчера, и сегодня уже, наверняка, граждане Республики Молдова, которые сейчас нас смотрят, видели уже и палатки блока коммунистов и социалистов, и листовки раздаются и так далее. Вот первая реакция от людей очень положительная. Вот для меня было немножко странным это слушать, что люди положительно оценивают, что политики пошли общаться с народом. Поэтому, конечно, всех радует, что мы объединились. И когда я говорю, что ставки будут очень высоки, ну, все понимают, что если Додон и Воронин нашли общий язык, то это означает, что что-то в Молдове грозит какая-то серьезная опасность. Потому что люди помнят, какие у нас отношения были последние годы. Кстати, я всегда очень спокойно относился к всеми разными высказываниями. Кстати, сегодня я его поздравил. Сегодня день рождения. Да, раз уже вспомнили плаву Доня Николаевича. Сегодня у него день рождения, 80 лет, я сегодня его поздравлял. Хочу еще раз воспользоваться этой возможностью, еще раз поздравить. И я остаюсь при своем мнении, который всегда придерживался. Я считаю, что Доня Николаевич лучший президент Молдовы за эти 30 лет независимости. Я хочу ему сказать большое спасибо за то, что он сделал для Молдовы. И что еще сможет сделать, сможем сделать вместе в следующем парламенте. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, раз уже идет объединение левого фланга, понятно, что ставки очень высоки. И понятно, что когда есть такая опасность, и компания будет тоже непростая. Говорить о том, что она будет позитивная, только на позитиве, я не надеюсь. Потому что я уже вижу критики, которые звучат со всех сторон. Как будем проводить ее мы, как я буду проводить эту компанию, я намерен провести ее на позитиве. Потому что люди ждут конкретных решений тех вопросов, с которыми они сталкиваются. Я намерен провести очень много встреч по районам. Вот, к примеру, завтра я буду в Аняниной, послезавтра я буду в Унгенах. Вот каждую неделю, 5 дней в неделю я буду в районах, 2 дня я буду в Кишиневе провести встречи по предприятиям. Но мы будем проводить ее в позитивном ключе. Будем объяснять людям, что мы намерены сделать, что мы сделали, какой опыт у нас есть, и что мы будем делать дальше в следующем парламенте. Ну вот, Ле, вы всегда не предпочитали, знаете, как говорили, от дома к дому, от человека к человеку, глаза в глаза. Вот принцип агитации. Потому что, вот вы намерены, судя по всему, сейчас, я так понимаю, повторить. Потому что мы же знаем, что есть кандидаты, которые предпочитают через соцсети, подсети, да, работать, делать ставку на телевидение, там, значит, ролики снимают. Вы все-таки будете больше с людьми общаться? Да, до выборов 45 дней где-то. Если провести, я намерен провести по 4-5 встреч, может быть, даже больше, каждый день, ну, это понятно, что за этот период я смогу провести несколько сотен встреч. Наши агитаторы, наши коллеги из районов, конечно, будут ходить из дома в дом, и нужно обязательно пройти несколько раз из дома в дом. И нам есть что сказать людям. Во-первых, про те опасности, которые есть сейчас. Потому что, давайте скажем честно, вот сейчас люди нас смотрят, я думаю, что все понимают довольно четко, что происходит в мире, что происходит в этом регионе. Я думаю, что все понимают, что Молдова в последний год не вмешивалась в геополитические игры. Вы знаете, когда я был президентом, я придерживался позиции, что нужно дружить и с западным, и с востоком, и не искать друзей на западе против востока, либо наоборот. Я всегда ориентировался на стратегическое партнерство с Россией. Но вы видите, что происходит на Украине. Вы видите, что происходит в Белоруссии. Да, кстати. Непростая, очень непростая ситуация. И, конечно, западным некоторым геополитическим игрокам нужно, чтобы Молдова билась в ту же линию, чтобы тоже была антироссийской, чтобы были жесткие позиции со стороны парламента и правительства. До сих пор мы придерживались балансированной позиции. А западу нужно любой ценой, чтобы Молдова, так же, как и Украина, была антироссийской. И ставки очень высоки. И здесь не говорят, что Майя Санду и так далее. Слушайте, она инструмент в руках западных кураторов. Ей просто скажут, сделай так или так. Или вообще не будут ничего говорить, а будут свои люди в правительстве и парламенте, которые будут напрямую получать указания с запада. Вот они хотят это построить в Молдове. И борьба за это будет очень серьезной. И это уже заметно. Вы видите, как активизировались послы Соединенных Штатов, Европейского Союза, Румынии и других государств, которые очень активно уже непосредственно встречаются, по моему мнению, вмешиваются в избирательные процессы. Это нужно говорить честно, открыто. И это еще раз доказывает наши опасения, что после того, как они смогли в конце прошлого года поставить своего президента, я сейчас не боюсь этих слов, для них задача номер один сейчас взять под контроль правительство и парламент. Поэтому, если народ это поймет, но из того, что я вижу первые реакции, люди это понимают. Люди понимают риски, которые могут быть. Я хочу, чтобы сегодня в течение передачи мы прошли чуть-чуть по трем основных блоков рисков, которые могут быть экономические, социальные, безопасности, наши традиции и так далее. Если народ поймет, из того, что я вижу, есть понимание, то мы сможем избежать участия в Украине. Вот наша задача сейчас, вот моя задача как политика, как бывшего президента, вместе с Владимиром Николаевичем, вот мы даже сегодня об этом говорили, наша задача спасти Молдову. Вот не допустить, чтобы она превратилась в плацдарм геополитический для борьбы с Россией или с кем-то в этом регионе. Вот это наша задача номер один. И, конечно, у нас есть достаточный опыт, и у нас, как двух президентов, блок называют, некоторые уже блок президентов, блок двух президентов. И у нашей команды, у нас есть опыт для того, чтобы созидать, не только сохранить Молдову, но дальше созидать и развивать. Когда мы увидим предвыборную программу, это первый вопрос, но даже без того, чтобы мы ее видели, вот, например, мне уже понятно, что вы будете делать акцент на социальных каких-то инициативах и на социальной политике. Потому что сегодня весь день я читаю новости и вижу, что предлагают социалисты. Там и по поводу тысячи лей, да, однократная выплата, единовременная, да, правильно, материнский капитал, да, и много-много всего. То есть, ну, вы же понимаете, что ваши оппоненты будут говорить, ну, социалисты в предвыборную кампанию пообещают вам все, что хотите, а не факт, что это будет. Что вы будете отвечать на это все? Ну, вот мы подходим к блоку экономики и социалки. Здесь есть два важных момента. Первое. Откуда деньги на все это? Потому что вопрос правильный. Слушайте, ребята, вот вы хотите там тысячу лей дать пенсионерам, там, там, там. Откуда деньги? Бабки откуда? С МВФом вы не хотите дружить и под копирку выполнять, что скажет дядя Сэм, и мы этого не хотим. И второе, что мы конкретно хотим сделать? Вот я быстренько остановлюсь. Откуда деньги? У нас, если вот телезрители вспомнят, до 2009 года, если точнее до 2006, у нас не было программы СМВФ. Нам деньги никто не давал. Мы деньги зарабатывали сами. И при грамотной экономической политике мы можем зарабатывать деньги сами, здесь, внутри страны. Да, нам нужны будут некоторые кредиты для инфраструктурных проектов, я всегда говорил, для инвестиций в экономику. Вот, к примеру, мы запустили в прошлом году, когда было наше правительство, мы запустили строительство 17 промышленных платформ по районам. По 10 из них уже были сделаны все документы, это есть решение районных советов, выделили участки около 200 гектаров по всей Молдове, это будут промышленные парки. Вот для этого, конечно, мы найдем деньги, возьмем и кредит, если нужно, в тот же Евразийский банк, который готов, и мы должны стать членами Евразийского банка, и мы станем членами Евразийского банка после этих выборов. Вот для инвестиций мы возьмем деньги, а для содержания социалки, учителей и так далее, я думаю, что мы в состоянии заработать сами. Для этого нужно дружить дальше с нашими основными торговыми партнерами, для этого нужно полностью разблокировать российский рынок, нужно вернуть льготы нашим производителям, чтобы мы экспортировали, для этого нужно делать инвестиции и в сельское хозяйство, чтобы было орошение и так далее. Вот это один блок, очень серьезный, над которым я в качестве бывшего министра экономики, и первый с премьером, и сейчас очень детально его прорабатываем, даже сегодня утром у меня было заседание по этому блоку. Куда нужно вкладывать деньги? Вы мне можете поправить, а куда не нужно деньги вкладывать? Ну, у нас сейчас, да, такая ситуация, что без денег. Если разделить, вот давайте возьмем социалку, давайте отдельно возьмем, что у нас происходит с инфраструктурой, с селами и так далее. Опять, я основываюсь не только на то, что там эти право читать в книжках, или у них советники западные и так далее, я основываюсь на опыте, который мы уже делали. Вот мы делали в прошлом году, когда у нас было правительство, мы делали вместе с коммунистами до 2009 года, мы будем брать все хорошее, что мы делали, и будем дальше развивать и что-то новое предложим. Что мы предлагаем конкретно? И вот здесь сравнение. Я вернусь обратно к экономике, чтобы дать сравнение между нами и правами. Самое важное, чтобы люди поняли, а в чем разница? Потому что, знаете, как говорят, да, все вы однако, один желтый, другой красный. Ну, говорят, да. Один желтый, другой красный, и вы обещаете ничего не делаете. Вот в чем разница? Наш подход коммунистов, социалистов в том, что мы должны развивать наше производство, зарабатывать деньги здесь, поддерживать наших экономических агентов, чтобы они были заинтересованы инвестировать здесь, дома. Они искали в Румынии, или на Украину, или в России, куда-то отсюда вытаскивают деньги, которые у них были, продают все и отсюда уезжают. Вот это наш подход. Подход правых, вот ПАС, Майя Санды и так далее, что нам не нужно свое производство. Нам нужно открыть рынок для внешних компаний. Пусть они продают здесь свое молоко, свое мясо и так далее, а нам это не нужно все. Корпорации внешние, чтобы пришли, полностью уничтожают местного производителя, берут деньги от МВФ и лезем дальше в эти долги, и все. Еще выполняем условия, Игорь Николаевич, чтобы эти деньги дали. Вот это разница в подходах между нами и правами. И я думаю, что любой даже, который наш оппонент признает, что вот это существенная разница. Теперь давайте смотреть по социалке. Вот второй блок. Вот наш подход, что во главе любого решения правительства, парламента, должен быть интерес человека. Вот что интересует человека? Социум, так называемый. Его интересует несколько простых вещей. Его интересует, чтобы была достойная зарплата, пенсия, когда выйдет на пенсию, чтобы была достойная пенсия. Его интересуют рабочие места, чтобы было. Его интересует, чтобы было хорошие условия для жилья. Простые вещи. Дорога, вода, канализация, газификация, освещение и так далее. Вот эти вещи интересуют их. Поэтому любые наши решения будут исходить из того, что интересует человека. Вот сегодняшние инициативы, которые прозвучали от партии социалистов. То, что мы на 1 октября дадим пенсионерам, как дали и на пасхальные праздники, дадим тысячу лей на 1 октября. И вот кто-то скажет, что вы только обещаете наш оппоненту. А я им напомню. В прошлом году я это делал. В прошлом году мы дали 700 лей в январе каждому пенсионеру. И дали 900 лей в октябре каждому пенсионеру, у которого пенсия меньше 4 тысячи лей. В этом году мы обещали и сделали. На пасхальные праздники дали каждому пенсионеру тысячу лей. Так вот, наше обещание, которое мы придерживаемся, мы тысячу лей дадим пенсионерам на 1 октября. И это правильно. Это потому, что это наши родители, наши отцы. Мы будем дальше индексировать пенсию 2 раза в год. Конечно, идеально вернуться к проценту, который тоже мы давали вместе с Воронином, когда были вместе. Тогда индексация пенсии каждый год была 20%. Вот нужно вернуться к этому. Либо индексировать на больший процент те, которые пенсии маленькие, чтобы побыстрее маленькие пенсии поднять до среднего, либо до высокого. И это тоже мы будем делать, и мы знаем как. Что делать правые? Вот это наша позиция. Вот социалисты, коммунисты, мы этим будем заниматься, мы знаем как. Мы показали, что знаем как. И мы это будем делать. Что делать правые? Правые говорят, что у нас коррупция, Игорь Николаевич. Секунду. По социалке что они делают? По социалке они увеличивают пенсионный возраст. То есть мы, социалисты, коммунисты, ну социалисты в этом случае, в конце прошлого года снизили пенсионный возраст для женщин 57, для мужчин 62. А что сделали правые, когда они были власти? Они увеличили пенсионный возраст до 63 лет, для всех. И вопрос, который мы задаем, ребята, а у нас не европейское качество жизни, как вы говорите, где выход на пенсию там на 65 или 70 лет даже у некоторых стран. Я говорю, люди у нас не доживают до 62, а вы им увеличите пенсионный возраст. И когда я говорю об этом, я знаю, что если победит Майя Санду, она увеличит пенсионный возраст, потому что на этом наставит МВФ. Потому что они смотрят узко, они думают, что всю жизнь будут такими молодыми, как сейчас. Они тоже дойдут до пенсионного возраста и вспомнят про этот закон. И вот так я могу пройтись по каждому, по каждому пункту, что мы хотим делать и что мы уже сделали. И по социалке, и по зарплатам медикам. Мы увеличили, это моя инициатива удвоить зарплату медикам, и следующий шаг должен быть увеличение в два раза зарплаты педагогам. Но мы увеличили на 60%, на 70% в прошлом году, и когда сейчас приняли закон в первом чтении, должны были принять во втором чтении, Майя Санду распустила парламент. Вот если кто-то попытается нас критиковать, я скажу, ребята, так мы это делали. Мы находили деньги внутри страны, без кредитов. Мы платили зарплату, платили пенсии. Мы строили дороги. В прошлом году впервые за 30 лет независимости каждое село получило от 1 миллиона лей только на качественные дороги. И мы хотели продолжить это в 2021 году. Но этот хаос, который президент, к сожалению, допустил в Молдове, не позволил нам инвестировать в дороги. Вот разница. Вот мы и вот они. Я начала уже говорить, чем объясняют все правые. Они объясняют тем, что у нас коррупция. И вот эти ваши сейчас планы, о которых вы говорите, они звучат, конечно, красиво, но в это время выйдет ваш оппонент, Майя Санду скажет, ну как это можно делать, когда у нас все насквозь, что называется, прокоррумпировано. А как мы делали в прошлом году? А как мы увеличивали зарплаты в прошлом году? Мы же все это делали. Конечно, нужно бороться с коррупцией. Но нужно бороться, а не говорить просто. И когда ты берешь в президентуру советников, у которых там не могут объяснить, откуда дом или откуда не знаю что, и ты говоришь про коррупцию, ну это двойные стандарты. Это цинично. Потому что у правок есть только три лозунга. Реформа юстиции, чтобы привести прокуроров из-за бугра, желательно румын, чтобы они здесь всех судили. Второе, это борьба с коррупцией. И третье, это европейская интеграция. Больше у них ничего не найдете. А когда спрашивают, слушай, а как вы будете увеличивать пенсию? Или что вы будете делать с пенсионерами? Вот конкретно. Или что вы будете делать с строительством дорог? Вы продолжите хорошие дороги для всех, которые мы запустили, будучи до дома президентом, или нет? Об этом они не говорят. Хорошо, а что говорят вам коммунисты? Они дополняют ваши вот эти социальные инициативы? У них же, наверное, тоже есть какое-то свое видение. Может, какие-то программы, которые были в то время, они хотели бы их возродить? Мы программу сейчас дорабатываем вместе. Потому что у нас есть своя программа экономическая, развитие, и она очень детальная. Конечно, никто такую программу читать не будет. Ну, большинство читать не будет. Вы понимаете, что люди хотят просто раз, два, три, четыре, пять. Ну, тезисно, да, так и хотят. У нас есть детальная программа, профессионально разработанная, по каждому сектору. У нас там идет анализ, где мы сейчас находимся. Кстати, по большинству, по большинству сегментов мы находимся на 30-40% хуже, чем при развале Советского Союза. То есть мы ушли вниз. Не вверх, мы ушли вниз. Многие страны ушли вверх за эти 30 лет, мы ушли вниз. Только в период правления коммунистов до 2009-го у нас были какие-то попытки вылезти. Но потом пришли альянсы за европейскую интеграцию, все разрушили. Поэтому программу мы закончим в ближайшие дни. Скорее всего, на следующей неделе мы сделаем публичную презентацию. И детальное будет на сайте блока и партии социалистов, и партии коммунистов. Но детально так просто для потребителя. Скорее всего, у нас будет газета. И мы будем объяснять, и будем встречаться с народом. Я поставил нашим коллегам задачу, потому что в списке блока 70 социалистов, представителей социалистов, 30 представителей партии коммунистов. Я перед своими коллегами 70, мы поставили задачу провести минимум по 5 встреч каждый день. Это означает 300-350 встреч каждый день. Умножьте на 10 дней, это 3500. Умножьте на 4, это 15 тысяч встреч мы должны провести в течение этой избирательной кампании. Для нас это не новое. Мы и после выборов, кстати, меня Воронин учил, говорит, Игорь Николаевич, следующая избирательная кампания заканчивается на второй день после окончания предыдущей. И мы каждый месяц, вот люди нас знают, граждане видели поселок, мы каждый месяц по 150-200 тысяч газет социалистов, вместе с этими газетами, наши советники, наши мэры, все мы были в районах и мы обсуждали с людьми. То есть мы практически не исчезали из сел в течение всего этого периода. Но сейчас будем более активны, конечно. Ну вот вы сами затронули тему вмешательства послов Соединенных Штатов Америки и ЕС. Знаете, какая картина вырисовывается в этой связи? Что вот это вмешательство, оно мешает только вам, я имею в виду, коммунистам и социалистам. Потому что я что-то не очень видела, чтобы представители других политических партий как-то комментировали бы. Вот смотрите, российский МИД пишет, да, что прекратите вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова. Вот идет ответ от вас. Понимаете как? И в то же время мы вынуждены, наверное, с вами констатировать, что активность этих послов не уменьшается. После каждого комментария МИДа. Получается, что с этим в принципе ничего нельзя сделать. Что вот люди пришли и делают то, что они делают. Можно сделать. Можно сделать. Например. Если было бы действующее правительство, не исполняющее обязанности, и после выборов будет наше правительство и наше парламентское большинство, нужно одного отправить из страны. Выслать. Одного хотя бы. Который самый активный, который вмешивается. Я сейчас не хочу, чтобы сейчас не пошли тезисы, что Додом предлагает там американцы или европейцы или кого-то. Но одного сначала пригласить в МИД. Вот в конкретном случае. Пригласить в МИД и сказать, слушайте, а почему вы лезете вот в это? Сделать одно предупреждение. Потом сделать второй шаг и все успокоятся. А как по-другому? А как по-другому, если вмешиваться? Но Владимир Николаевич и есть такой опыт. Помните, после 7 апреля он одного посла выслал. Одного посла послал, да. Из страны. Но что мы имеем на самом деле? Вот вы видите просто декларации там некоторых послов. А я же знаю детальнее. Я же знаю, как послы составляют список депутатов партии Майсанд. Вот так. Вот каждого кандидата в депутаты они просто проверяют. Потом, когда есть конфликты в районных организациях, к примеру, в Страшенном. Я бы на месте тогда Майсанду выразила бы им претензии. Потому что вот после их тогда списка, вот кандидаты, видите, вот некоторые снимают свои кандидатуры. То есть не очень качественно работают. Людмила, вот в Страшенном конфликтах, внутри партийной организации, мы знаем, нам же тоже люди оттуда говорят. Посол, целый посол, не буду говорить какой, чей, но вы поймете, пытается успокоить партийцев. Едет туда, партийная организация, говорит, ну надо так сейчас, вот нет вашего представителя в списках первые 20-30, ничего, все будет хорошо, после этого мы вам что-то дадим и так далее. Я знаю, как они формируют группу троллей для Фейсбука. Это большинство, это молодежь, которая была в разных американских программах по обмену опытом и так далее. Я знаю, что только в Кишиневе их несколько сотен. Вот, дорогие телезрители, вот когда вы читаете какие-то комментарии, там какие-то сайты, либо в Фейсбуке, и вы видите там много грязи, формирует фон, так это фабрика троллей. Они сидят и пишут. И вы видели, как они набрасывались не только на нас, они даже на своих, когда кто-то критикует, там, Асанду или кого-то, они на них набрасываются. У них там все поставлено. Поэтому здесь активная работа и вмешательство западных структур. И мы это знаем, и когда мы слышим от них заявление, что вот Россия, что-то и так далее, ребята, так по сравнению с тем, что вы делаете, все остальные просто одуванчики божьи. Поэтому с этим нужно и можно бороться. Конечно, ситуацию упустили из-под контроля, к сожалению. И упустили не сейчас, и не в прошлом году, и не позапрошлом. Она была запущена еще после 2010 года, когда пришли эти альянсы за европейскую интеграцию, когда появились тысячи неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа. Вот очень правильно поступил Орбан. Это премьер-министр Венгрии. И когда нам говорят, что это не демократично, не по-европейски, так ваш премьер-министр страны Европейского Союза просто принял закон, в котором если НПО занимается политикой, он должен сдавать отчеты. И вообще НПО не должны заниматься политикой. Пусть занимается социалкой, окружающей средой, экологией и так далее. Но они занимаются политикой. И в этом случае у нас, кроме политических партий, у нас есть еще тысячи, десятки тысяч НПО, которые имеют десятки тысяч работников, которые занимаются тоже политикой. И понятно на стороне, на чьей стороне. Мы видели это в прошлом году в избирательной кампании, как все набрасывались в президентской кампании против нас. Ну вот смотрите, есть такое мнение, что все это началось тогда, когда было подписано и проголосовано, ратифицировано вот это соглашение об ассоциации. Потому что вот когда пытаются критиковать представителей западных посольств и посла США, то что они говорят в ответ? У вас есть соглашение, в этом соглашении написано, будьте добры, что называется, пейте чай, не дергайтесь, Игорь Николаевич. Но вот вы как-то, вы с Владимиром Николаевичем ведь на многие темы говорите, у вас нет мнения как-то поменять, ужесточить, возможно, позицию в отношении соглашения об ассоциации, пересмотреть, или вы просто пытаетесь вашу позицию донести до него, как это происходит? Ну давайте по поводу этого соглашения. В 2014 году, когда все это было подписано и ратифицировано, мы выступали категорически против. Мы сказали, что это неправильно делать, и свободную торговлю всей Европы, я хочу напомнить, которое привело к блокированию российского рынка, из-за того, что не был согласован реэкспорт отсюда, через нас, европейские товары на российский рынок, это определенные риски. Поэтому мы были против. После этого мы не раз общались, и с европейцами тоже, и говорили, что нужно некоторые вещи менять. Я не раз говорил о том, что это соглашение, это не путь в Европу, это возможность провести здесь некоторые вещи для того, чтобы качество жизни увеличилось. Я не думаю, что Молдова станет членом Европейского Союза, и я думаю, что все это понимают. То есть вы настроены менять некие положения там? Кое-что там менять нужно будет, и надо будет принимать некоторые законы, для того, чтобы некоторые вещи ужесточить, чтобы мы защищали свой суверенитет. И исключить влияние вот этого внешнего фактора через разные неправительственные организации и так далее. Ну вот смотрите, если мы говорим о внешней политике, то на прошлой неделе практически незамеченным осталось заседание ЕАЭС. Мы там наблюдатели в этой организации. Я знаю, что президенты обменивались мнениями, и я точно знаю, что выступал и президент Кубы, да, вот на этот раз. И я знаю, что Майсанду не проявила никакого интереса. В этой связи вот есть глава государства, который исповедует вот такие взгляды. Скажите, пожалуйста, на этот период получается, что это наше сотрудничество с ЕАЭС обречено, заморожено. Вот какая судьба у него будет? Что мы будем наблюдать? 12 мая 2018 года по моей просьбе, официальной в качестве президента, пять руководителей стран Евразес и ЕАЭС приняли решение дать Молдове статус наблюдателя. Молдова первая из стран получила статус наблюдателя. Уже в прошлом году дополнительно получила Куба. Рассматриваются и другие варианты. Мы все это время участвовали во всех заседаниях. И в этом году впервые, первый раз не участвовала Молдова на уровне президента. Чем это чревато? Во-первых, на уровне премьеров мы участвовали в этом году тоже. На уровне парламентов мы тоже участвовали во всех мероприятиях. То есть только одна ветвь власти, президент, не участвовала. Для парламентской страны, конечно, важнее всего, чтобы участвовал парламент и правительство. Это плохо только с точки зрения имиджа Молдовы. И, конечно, наши партнеры не понимают. Слушайте, да, у вас соглашение об ассоциации ЕС, но здесь у вас статус наблюдателя. Так нужно дружить со всеми. Почему такая однобокая позиция со стороны Майя Санду? Но самое важное, еще раз повторюсь, чтобы правительство и парламент двигался в это направление. Вот после выборов, если нам удастся сформировать парламентское большинство и назначить свое правительство, ну, мнение президента никого волнует, конечно, мнение президента, но парламентской стране намного важнее правительство. Если, не дай бог, будет какое-то другое правое парламентское большинство, тогда я не исключаю, что они могут запустить процесс, чтобы мы отказались от статуса наблюдателя. Чем это чревато дальше? Рынки стран Евразес, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан, это очень важные рынки для нашего агропромышленного комплекса. Я хочу напомнить, что в прошлом году в Россию мы поставили более 220 тысяч тонн яблок, или около 200 тысяч тонн яблок. Туда мы поставляем большинство товаров агропромышленного комплекса, которые нам дают добавленную стоимость, дают деньги в бюджет. Что произойдет, если будет такая дальше позиция президента Молдовы? Представьте себе, что мы не сможем экспортировать наши яблоки в Россию. Что будет делать весь север страны? У нас уже был 2014 год, хочу им напомнить на севере, что было в 2014 году, когда замерзли яблоки на деревьях. Убытки какие были? И некуда было продавать. И когда Майя Санду обратится к Путину, она же любит подписывать письма, либо обратится к другим президентам, тебе скажут, подожди, так у вас был статус наблюдателя Евразеса. Мы с вами сотрудничали, мы с вами смотрели, как будем открывать наши рынки для того, чтобы было больше товарообмена, экспорта, импорта и так далее. Так вы же отказались, вы же не участвуете в этих мероприятиях. Поэтому отказ от этой площадки ничего хорошего для Молдовы не даст. Там никаких обязательств у Молдовы нет. Но это возможность для того, чтобы продвигать интересы нашей страны. Именно поэтому я участвовал два или три раза в заседаниях Высшего совета Евразеса. Здесь мы прервемся, Игорь Николаевич, идем на рекламу, потом непременно продолжим. Реклама на Первом канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диаспора DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диаспор DimaTorzok Диаспор DimaTorzok Диаспора не голосует, потому что они сказали, слушайте, у нас несколько миллионов внутри страны и несколько десятков миллионов за рубежом. Говорят, если мы дадим всем право голоса, тогда все. В Израиле такая же ситуация. В Израиле. Я думаю, что в Молдове запрещать нельзя, если интересует мое мнение. Но нужно дать возможность всем голосовать. Вот смотрите, на президентских выборах из всего, как считается, диаспоры западной около 300-400 тысяч, ну не больше ее, там 400 тысяч, да? Давайте возьмем 400 тысяч на западной, 400 тысяч в России. Хотя в России больше, уже с российскими паспортами, но берем 400 тысяч там, 400 тысяч там. Вот смотрите, в Европе проголосовали, или на западе в целом, проголосовало 250 тысяч человек. То есть из 400 тысяч, каждый второй, даже больше, больше 50%. Смотрите, что произошло в России. Из 400 тысяч наших граждан в России проголосовало 12 тысяч. То есть меньше сколько получается, 2-3%? Очень-очень мало. 3,5% проголосовало. Здесь 55%, а здесь 3,5% проголосовало. Почему это произошло? Во-первых, потому что целенаправленно последние 10 лет на западе открывали сотни участков избирателей, а здесь открывали только по 5-6, помните, раньше было? Да, и каждый раз отвоевывали, по крайней мере, пытались. По 5-6, и здесь народ сказал, слушайте, так нету возможности голосовать, и не ходят. Сейчас, я знаю, что они активизировались, но в любом случае, там, вот МИД сегодня предложил, там 17 участков здесь, а там на западе хочет увеличить еще больше. Ну, где справедливость? Ребята, если давать право голоса, давайте дадим всем. Давайте не будем блокировать, к примеру, вот преднестровцы на прошлых президентских выборах, вот эти пасовцы. Они же не позволили им голоса. Они же их блокировали. Да. Слушай, это конституционное право гражданина, неважно, где он живет. Живет в Тарина или в Дубосарах, или в Террасполе. Он должен иметь право голоса. Он гражданин этой страны. Так вот, я к чему это все веду? Если дать возможность всем голосовать, вот 400 тысяч на западе, 400 тысяч в России, 200 тысяч в Приднестровье. Вы понимаете, что баланс в любом случае в пользу молдавских сил. Потому что вот про молдавские настроенных, я грубо сейчас говорю, потому что есть и там про молдавские, и здесь про западные. Но в любом случае, Приднестровье плюс Россия, это 600 тысяч голосов. Если мы даем возможность голосовать 250-300 тысяч в Европе, так давайте дадим хотя бы 500 тысяч, чтобы смогли голосовать в этой стране. Давайте не будем блокировать доступ жителей Приднестровья на этих участках. И мы сделаем все возможное, чтобы в этом году не было того безобразия, которое было в прошлом году. Я уверен, что мы сможем это обеспечить. Давайте дадим возможность голосовать нашим гражданам, которые находятся в России. И тогда, поверьте, шансов у тех, которые хотят ликвидировать Молдову, не будет никаких шансов побеждать на президентских или на парламентских. На этих выборах есть и другая специфика. Потому что, с одной стороны, в некоторых странах еще есть пандемия, если мы говорим о голосовании за рубежом. И у нас нету достаточных сотни миллионов лей свободных, чтобы открывать сотни или 400-500 избирательных участков. Потому что, если брать так, нужно открыть 400-300 избирательных участков. Пусть останется 120, сколько их в Европе. 100 с чем-то открыть в России, для того, чтобы их мотивировать. 100 открыть в Россию, 100 для Приднестровья, к примеру. Пусть участвуют все, кто хотят. И тогда было бы хорошо. Но для того, чтобы открыть столько участков, нужны деньги. А у нас в резервном фонде осталось 10 миллионов лей. Вот мне сегодня председатель комиссии бюджетной, наш Бурдужа Петр. Потому что я попросил наших коллег. Он из Резина. Резина шел до Нежды. Вот ту часть, где был град на прошлой неделе. Я попросил, говорю, давайте сделаем оценку. Посмотрим, как мы можем помочь этим сельхозпроизводителям. Потому что им полностью все уничтожили, весь урожай. И для этого нужно несколько десятков миллионов лей. 20-30. Я говорю, а сколько в резервном фонде? Он сегодня узнал, говорит, 10 с чем-то, 12 миллионов лей. Осталось. Осталось в резервном фонде. А не дай бог, еще какой-то дождь. Видите, сколько дождей каждый день. Еще какой-то град и уничтожит еще там урожай в нескольких районах. Или не дай бог смоет какие-то дороги. Откуда деньги для того, чтобы этот ремонт сделать? То есть волонтеров вы не верите? Такая идея. Я не верю в волонтеров. Нужны будут деньги. Парламент не может собираться, потому что он распущит. Правительство не может ничего сделать, потому что правительство исполняющее обязанности. И все. Приехали. Приехали. Денег в бюджете нет. Еще полтора месяца до выборов. После выборов непонятно, что будет. Если, не дай бог, опять не будет парламентского большинства и не сможем назначить правительство, то опять 2-3 месяца, 4 мы теряем. И мы можем быть в ситуации, что правительство появится где-то в сентябре, в октябре. А что делаем эти 5 месяцев или 4 месяца? Без резервного фонда, без парламента, без правительства. Очень опасная ситуация. Ну, смотрите, в последнее время мы стали свидетелями скандалов по поводу формирования списков. Вы знаете, что произошло в списке от партии ПАС. Но у меня вопрос по поводу списка вашего блока. Скажите, пожалуйста, вы по какому принципу, во-первых, эти людей набирали? А, во-вторых, уверены ли вы, что все кандидатуры, которые там находятся, действительно вот таких проблем не будет, например? Мы знаем наших людей, потому что это наши товарищи из районов, и не только из районов, с которыми мы создавали партию социалистов с нуля. Вот эти коллеги, ну, кто сразу в 2011 году вместе со мной начали это создавать, и вы их увидите в первой части списка. Я знаю, что кто-то хочет, чтобы поменяться, чтобы быть первым и так далее. Ну, как всегда. Невозможно. Слушайте, первые 30-40 линии резиновые, тем более, когда блок и части кандидатов идут от партии коммунистов. Поэтому мы этих людей знаем, мы с ними боролись, мы с ними побеждали. Побеждали и на президентских, побеждали и на парламентских, побеждали и на мэрских, побеждали в Гагаузии на башканских два раза вместе со всей этой командой. Поэтому это наши люди, достойные люди. Хочу напомнить, что с 2014 года, когда партия социалистов, новый формат, появилась в парламенте, потому что социалисты были в парламенте 1994 года, в составе блока там, и больше в парламенте, как отдельно, как избирательный конкурент, они не проходили. Так вот, с 2014 года партия социалистов, команда социалистов, фракция, оказалась самой стабильной. Мы потеряли только одного депутата в 2015 году, Лидия Луп, если вспомню. Ну, потом один ушел и потом пришел. Из 25, из 25, мы тогда остались 24. А в этом парламенте, вот как мы зашли в парламент 35 депутатов, потом стали 37. Да, были попытки. Были, да, мы помним. Ну, бесы попутали, потом вернули, вернуться обратно. Я к чему, я к чему это застрел внимание? Потому что очень, я помню, как меня и Филат в свое время, в 2014 году, там, и другие, говорят, все, вот 10 депутатов от вас уйдут завтра. Говорю, ребят, от вас уйдут. И от них ушли, вы видели, сначала от Филата, потом ушли, и от Плохотнюка ушли, от Демократа, видите, что от них осталось и так далее. Но наша команда оказалась самой стабильной. Это непросто. Да. Это, я еще раз застрелюсь, это очень непросто. Держать костяк, воодушевлять их, чтобы не поддавались на прессинги и так далее, держать удар, и будучи в оппозиции, к Плохотнику было непросто. Мы были в оппозиции жестко. И держать, держать удар, и дойти в полном составе до конца. Поэтому я уверен в своих товарищах, в своих коллегах, я уверен. У нас сейчас модно говорить, с кем мы будем, когда пройдем в парламент. То есть... Мы с коммунистами будем. А кроме коммунистов, если, например, вот действительно... Вот сейчас говорят, что Майя Григорьевна думает о том, с кем она будет входить в коалицию. Она думает, что она победит. Вы, естественно, думаете, что у вас будет больше. А решать будет народ. А решать будет народ, безусловно. Вот вы думаете, ставите перед собой какие-то задачи, с кем бы вы могли в будущем начинать эти переговоры? Я думаю, что самая большая ошибка, когда делить шкуру неубитого медведя. Если говорить по-охотнически, я как охотник. Но как политик сейчас начинать разделять мандаты, кто там спикером будет, кто там будет премьером, кто какое министерство. Потому что я знаю, что там некоторые уже разделяют справа, кто думает, что пройдет парламент. Игорь Николаевич, вы хотите сказать, что вы сидели с Владимиром Николаевичем и так вот должности вообще не обсуждали? Честное слово, не обсуждали даже... У нас так не принято. Вот честное слово, мы не обсуждали. Даже кто будет кандидатом в спикер или премьер, мы это не обсуждали. Вот может быть, это покажется странным. Мы обсуждали только одно. Как консолидировать силы для того, чтобы победить? Больше ничего нас не волнует сейчас. Пройдем парламент, дай Бог, победим. И после этого мы все это решим. Есть опыт общения, мы работали столько времени вместе. И команда единая. Я очень рад, что по районам тоже объединились команды социалистов и коммунистов. То есть люди друг друга воспринимают хорошо? Несмотря на то, что там тоже были же конфликты. Ну, конечно. Последние 10 лет были же конфликты и там. Но они нашли общий язык, создали единую команду и двигаются вперед. И это очень хорошо, потому что это воодушевляет левый электорат. Знаете, что говорят сторонники наши, коммунистов? Даже не наши. Говорят, наконец-то, вовнет менте лакап. Что я сказал, мол, я не знаю. Вот это мнение народа. И я очень рад. И я очень надеюсь, что вот этот позитив, который сейчас идет, он идет позитив. Вот на левом фланге идет позитив. Я очень надеюсь, что люди массово выйдут на выборы и проголосуют за наш блок. Это очень волнует правых. Они немножко растеряны. Более того, получили несколько мертвых кошек в списках. Ну, так говорят, да. Или котят, или котенок. И, конечно, они встревожены. Они немножко сейчас находятся в таком непонятной для них, несвойственной. Потому что они напастили же после президентских. Ура! Взяли флаг. Все. Но с тящими маршами. Буни, бати, питоц. Сейчас, оп, объединились левые. Оказывается, Дадон с Воронином могут найти общий язык. Майя Сандус Настас с этими не может найти общий язык. Вот специфика для нее, для правых. Вместо того, чтобы объединять людей вокруг. Вот это очень важно. Да, соглашусь. Очень важно, чтобы была возможность и была мудрость политическая. Сделать шаг. Даже не назад остановиться. Посмотреть вокруг. Собрать людей вокруг тебя. Не всех кидать в другую, в разные стороны, как они делают сейчас на правых. Но собрать всех вместе. Уступить первое место в списке, к примеру. Да. Блока. Вот это очень важно. И это дает хороший пример для левоцентрического электората по сравнению с тем, что происходит на правом. На правом они вот так все. А на левом мы первый шаг сделали. Конечно, было бы идеально, чтобы как-то еще объединились. И у меня были, вот сегодня была встреча с этим, есть общественное движение, спасем общественный союз, мне кажется. Да. Там 9-10 организаций, ГГУЗы. То, что недавно, по-моему, да. Да, вот я сегодня с ними встречался. Такие патриоты, они говорят, мы за Молдову. Нас не интересуют там должности. Мы за Молдову. Мы понимаем, что нужно спасти страну. И я общался с другими партиями, которых, ну, поменьше рейтинга. Но я со всеми общаюсь. Всех приглашаю, призываю, для того, чтобы были единые команды. Вот, к примеру, по моему предложению в списке, там, первые 30, первые 40, Елена Белякова. Она ваша советница и возглавляла когда-то бюро межэтнических отношений. Она не член партии. Она и сейчас возглавляет бюро межэтнических этих отношений. Просто ушла из должности, приостановилась в связи с избирательной кампанией. Но тот человек, который хорошо знаком именно другим национальностям, которые есть в Молдове, она занималась всю жизнь только этим. Вот сейчас нужно объединять людей. Сейчас нужно найти общий язык и всех, всех объединять. Потому что вот эти распри, которые были между нами на левом фланге, они ни к чему хорошему не приведут и не привели. Нужно найти общий язык. И если бы мы объединились на президентских с Воронином, сейчас Майя Санду не был, а вы президент. Надо было объединяться. И хорошо, что мы объединились сейчас. Лучше поздно, чем никогда. И я уверен, что этот союз, вот этот блок коммунистов и социалистов, он будет сюрпризом этих выборов. По результатам. Да, по результатам. Ну, вот смотрите, что делают ваши оппоненты. Ну, они, конечно, обвиняют вас во многих вещах. Ну, и в спойлерстве в том числе. Говорят, что вы там придумываете партии, чтобы насолить Майя Санду по названиям. И больше того. Мы никогда этим не занимались. Ну, вот говорят. И потом говорят, что вот, кстати, объединили усилия с Кавкалюковым, чтобы он сейчас там вот эти все. Это все неправда. Давайте так. Мы такими вещами никогда не занимались. И никогда не будем заниматься. У нас есть куча работы своей, чем искать сейчас каких-то спойлеров и так далее. Нас обвиняют те, которые этим занимаются. Потому что как там кричит вор, кто к чему. Кромче всех, держи вора. Поэтому они это создают. И мы знаем, что они создавали. Смотрите президентские выборы, там все будет понятно. Кто и какой роль играл. Кто был спойлером. И почему был спойлером и так далее. Поэтому, опять, я не называю ни одну партию и так далее. Но мы этим не занимаемся. И никому не советуем. Не рой яму другому. Потому что сам в нее попадешь. Вот они создавали разные спойлеры. Да. И Филат создавал, и Плохотнюк создавал. В свое время. И попали в ту же яму. Потом разбилось все эти их партии. Кстати, если взять в список ПАС, там все пеледемисты. Вот еще одна разница. Вот смотри, вот мы, ясно, коммунисты, социалисты. Ясно, откуда мы происходим политически. Игречанная была премьер-министра при Воронье. Я был первым лицом премьером там и так далее. Откуда возникла команда ПАС? Это же все пеледемисты. Это все эти зеленые филаты. И понятно, что они будут делать то же самое, что делал Пеледемия. А я хочу напомнить, что делал Пеледемия. Это было и консесса аэропорта, и кража миллиарда, и все, все, все. Вот мы, которые созидали, и вот они. Разница очевидна. Я хочу поговорить еще одну важную тему. Смотрите, провокации в Приднестровском регулировании у нас, в Приднестровском регионе, направлении. Вот после рассекречивания заявления Болтона, вы, кстати, с ним встречались. Мы с ним общались, вы примерно понимаете, да, психологию этого человека. Но он тогда ничего такого не говорил. Ну, окей, тогда я не говорил. Но вот сейчас он сказал по поводу разморозки. Вообще, вот все эти события, которые происходят, они, на ваш взгляд, носят сейчас случайный характер? Не случайно. Это как раз то, с чего я начал сегодняшнюю передачу. Для них архиважно, чтобы Молдова была в единой колонной с другими антироссийскими странами в этом регионе. Для Запада это возможность создать дополнительные проблемы для России. И для них не важно, жители этой страны. Они нас используют как пушечные мессы. И они используют и Майю Санду в этом направлении. Они используют, потому что поставили полностью под контролем институт президентства. И когда они говорят о разморозке Приднестровья, вы же понимаете, что это означает? Что означает разморозка Приднестровья? Это означает блокирование Приднестровья, это означает стрельба. Военные действия. Это означает опять война. Для чего это? Для того, чтобы затянуть Россию еще в один конфликт региональный. Для того, чтобы истощить Россию. А для этого что нужно? Для этого нужно взять под контроль парламент. Потому что взяли под контроль президента, это не хватает. Потому что у президента полномочий нет. Заявление можно делать сколько угодно. Но без парламента, без правительства ничего не сделает президент. Я это знаю уже по своему опыту. Поэтому им сейчас архиважно взять под контроль парламент. И если, не дай бог, мы этого допустим, поверьте, Молдова может, и это не громкие слова, Молдова может исчезнуть через 4-8 лет. Они будут проводить жесткую политику. Жесткую внешнюю политику антироссийскую. Они будут размораживать проблемные регионы. Будут проблемы и в Приднестровье. Будут проблемы и в Гагаузии. Будут проблемы и в Гагаузии. Вы смотрите, Башкана Гагаузии не приглашает ни на одно мероприятие президента. Где это было видно? Она не что-то улеза даже. Даже когда был конфликт между центральной властью и Гагаузией, при других Башканах, мы помним это в истории, но всегда был диалог, всегда было общение. Тем более две женщины. Так садитесь, договоритесь. В чем проблема? Нужно двигаться вместе, нужно развивать страну. Нет, политика жесткая на конфронтацию. Конфронтацию с другими национальностями, конфронтацию с регионами и так далее. И если, не дай бог, мы это допустим, получится, как про Вегу Молдавниевского. Дай Молдавану, Минте Ачеди Пиор. Потому что, знаете, как говорят бабушки, главное, чтобы войны не было. Чтобы не было войны, да, говорят. Вот эта опасность сейчас, она есть. И раз они начали говорить открыто, а об этом говорят уже открыто, то, значит, такие планы очень серьезно вынашиваются за рубежом. И уже в некоторых структурах молдавских, к сожалению, которые попали под полный внешний контроль. Ну вот вы начали говорить о Гагаузе, а я вас спрошу так. Ни для кого не секрет, что ваши оппоненты, в том числе и правые, они будут делать ставку на то, чтобы и нас меньшинство, представители нас меньшинства проголосовали. Как вы считаете, вот на этот раз русские, украинцы, Гагаузы, евреи, масса, вот они поверят вот в обещания, например, партии ПАС, или вот еще кого-то. Либо все-таки они поймут, что их права защищаете именно вы. Я думаю, что, конечно, попытаются на них влиять. И на президентских выборах частично удалось. Я не про Гагаузию говорю, я говорю про часть русскоязычных. Помните, я в этом студии или на другом телевидении говорил, четыре года не вспоминали про русский язык, закрывали русские школы, запретили, сняли из школьной программы русский язык, а на президентских выборах начали печатать листовки на русском языке. И ролики на русском языке делала моя оппонентка. Сейчас то же самое. Начались выборы, вот мне докладывается Кишнева, на ботанике вчера ночью все квартиры просто на дверях поставили листовки на русском языке. Зная, что ботаника была больше русскоязычная, на русском языке. То есть здесь вы кричите, что оккупанты Россия и так далее, и вы не идете даже на заседание Евразес, где есть президент Путин, нужно было быть там, может быть, там и встретились, и пообщались. А здесь, когда выбор, вы вспоминаете про русскоязычных и начинаете на них обрушивать разные листовки, ролики там и так далее. Поверят или нет? Я надеюсь, что нет. Потому что поверили один раз на президентских выборах. Поверили один раз на президентских выборах. Часть, часть поверила. И часть пенсионеров поверила на президентских выборах. Потому что была такая пропаганда против меня. И они поверили. Поймут ли сейчас, я думаю, что вот эти 4-5 месяцев, 6, сколько прошло с выбора президентских, должно было открыть глаза многим. Но мы это увидим 11 июля. Мы не делим, мы будем разговаривать, общаться со всеми. И с румынами. Есть маленькая часть Макдаван, которая считает себя румынами. Есть. У нас меньшинство. У нас меньшинство с румынами тоже будем говорить. Но, конечно, с теми, которые понимают, что у нас другой родины нет и не будет, а не будет другой родины. Неважно, для гагаузов, для болгар, для русских, для украинцев, для азербайджанцев, которые здесь живут, для армян, для других, для ромов и так далее. Другой родины, чем Молдова, не будет. И мы должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить эту страну, чтобы здесь было спокойно, чтобы мы не присоединялись к каким-то непонятным санкциям, потому что кто-то сказал из-за бугра и так далее. Вот если мы это поймем, тогда мы спасем Молдову. И последний вопрос, перед тем, как начнем завершать, у железной дороги появился новый менеджер Олег Тафилат. Известно ли вам что-либо об этом человеке? Это брат советника президента. Да, 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 Сергей Тафилат. Как вы думаете, он способен как-то разрешить эту ситуацию? Ну, они же кричали, что менеджмент там плохой. Вот пусть доказывает, что можно там что-то сделать. Железную дорогу разрушали последние 10 лет. И нам бы удалось спасти ее, если бы во времена там ГИМП, Ушалары и так далее, всех этих альянсов за евро, если оттуда не крали более 1 миллиарда лей, ее же поставили полностью на колени. Стратегический объект. И последнее, что было плохое, это в прошлом году, когда снизились объемы перевозок. Решение по железной дороге мы дали. Мы зарегистрировали законопроект, чтобы выделить из бюджета 300 миллионов лей для того, чтобы ее спасти. А без бюджетных денег мы ее не спасем. Это государственное предприятие. Нужно брать деньги и вложить туда, выгнать всех, которые там остались еще от прошлых, и наводить порядок. Вот так мы будем делать после парламентских выборов. Просто возьмем, будем инвестировать там деньги и спасем железную дорогу. Что делать до выборов? Я это предлагал на прошлой неделе. Нужно найти 30 миллионов из того же резервного фонда. Делать перекидку с других программ и взять 25-30 миллионов и покрыть долги по зарплатам. Хотя бы на 2-3 месяца. Потому что заблокировано несколько железнодорожных узлов. И если мы не разблокируем, тогда весь экспорт и импорт Молдовы просто встанет. И потом не вернем. Потому что если вагоны сейчас не подать через 2 месяца, или через месяц, когда будут собирать пшеницу. И нужно обычно ЖД транспортом идет. Если мы сейчас это не сделаем, то осенью уже не спасем. Поэтому это нужно сделать сейчас. Поэтому я и предлагал нашим депутатам, чтобы они выступили публично с этим заявлением, с этой инициативой. Подали правительство, пусть находят деньги, давайте спасать железную дорогу. Вот мое мнение. Наше время вышло, Игорь Николаевич. Ну что, говорят, что политики любые выборы должны использовать как трамплин в карьере. Да, я тоже вам желаю, чтобы вы использовали эти выборы как трамплин в вашей карьере. Ну и, конечно, будем внимательно следить за тем, как развивается эта очень непростая будет предвыборная компания. Для меня проблемы с карьерой нет. Я уже столько повидал в свои 46 лет. У меня даже жена иногда говорит, давайте чуть-чуть поживем для детей. Для этого оставь политику. Я говорю, нет, Галина Дмитриевна, не получится. Потому что народ доверяет, и нужно идти вперед. Я уверен, что мы справимся. Я уверен, что мы справимся. Потому что нас больше. Мы менее организованные были до сих пор. Мы менее организованные. Правые и более организованные. Вот они взяли и идут. А мы менее организованные. Но наш пример с коммунистами, я думаю, что воодушевит наших граждан. И они поймут, что все в наших руках. А все в наших руках. Нужно просто это понять. И выйти массово на выборы 11 июля. Я благодарю вас за эту беседу. Не знаю, в связи с регламентом, уже встретимся после выборов. И тогда, наверное, проверим ваши высказывания, насколько они сбылись. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу интервью недели. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры сделал DimaTorzok